здравствуйте товарищи в данном видео мы рассмотрим бюджетные сборки сборки которые вы можете легко купить за серебро благо цены демократичные все стоит 500 серебра за бой вы можете получить 100 тысяч серебра 20 плохом случае у меня максимально было 200 тысяч серебра за один бой даже если вы получаете минимальное количество серебра за бой в любом случае вы без труда сможете вооружить робота бюджетным вооружением и так вы прошли первых трех роботов мантис геркулес гризли предатора робот за голду советую покупать если соответственно у вас есть голда но мы рассматриваем случае что голды у вас нет вы на пятом уровне получаете робота эхо и чтобы максимально наносить повреждения в бою помогать команде зарабатывать голду вам необходимо вооружить его вооружение сепаратор вооружение на 400 метров пулеметы ближнего боя мини ганами а на тяжелый слот выбор небольшой если вот на легкий слот вооружение не за голду за серебро широкий выбор это и бот флай и dragonfly сепаратор вас хаунд просекьютер и квейк все это вооружение за серебро открывается на разных уровнях но вот на тяжелый слот мы имеем всего вроде бы два вооружения да да дробовик на тяжелый слот и эксекьютор снайперское вооружение то есть два вида все остальное вам придется копить и давайте вот рассматриваем сборки чтобы вы смогли накопить на голдовое вооружение и нагибать в бою устанавливаем дробовики и ставь на такой сборочки пойдем посмотрим как она себя ведет в бою бой начинается идем в бой у робота эхо у нас скольжение скорость робота в принципе большая индикатор показывает 52 почему-то дергается на 48 дочь в районе 50 километров можно характеристиках посмотреть поточнее дробовик стреляет на 500 метров мини ган на 400 метров но лучше вести огонь поближе когда нами заинтересуется враг мы можем надо всегда держаться возле укрытия нами пока не интересуются и пока ничья у нас 11 нам нужно захватить маяк иначе мы проиграем так на меня вот это обращает внимание но видите вблизи дробовик очень сильно лупит очень очень сильно так давайте делаем захват цели идем за маяком и уничтожаем врага отлично перезаряжаем вооружение ни по ком издалека не стреляем лучше вести огонь вблизи вот есть уже подходящая цель маяк захватываем к нему подойдем и вблизи разрядим в него обойму все отлично захватываем цель и сносим и буквально такие заодно обойму дробовика а пулемет даже не успел разрядиться так и есть возможность захватить еще один маячок как видите сборка вполне неплохо себя чувствует городских условиях то есть где есть возможность спрятаться от таких вот здоровых роботов я тестирую эти сборки на своем основном аккаунте и соответственно как вы видите кругом 20 19 уровней и на роботе эхо в данных условиях надо играть очень аккуратно вот мной не интересуется подскочил выстрел вот у робота нет барьера по нему тоже можно пострелять так лучше спрячусь и заодно перезарядиться че у нас по маякам маяк наш отлично так нами не интересуется отлично заряда нами не интересуешься вот они топовые роботы за серебро тоже таких роботов мы рассмотрим сборки наиболее эффективны на них парень чего там думают кота до свидания мух ловить в этой игре не нужно нужно быть на чеку так вы скопим и за стеночки и разряжаем обойму отлично мы уже сделали 5 фрагов 316 тысяч повреждений нанесли там кто залазит мы даже опередили игрока мэтткэт где этот мэтткэт непонятно мы можем посмотреть только об она мне тут красиво летят красиво смотрится но они не эффективные вооружение давайте поможем этого убьем а его походу убьют и без нас да ну и давайте дальше играть от укрытий будем держаться возле стеночек вооружение у нас для ближнего боя а больше закончился по маякам отлично голду мы не получили не потому что плохо играли а потому что в режиме по маякам почему-то не дают голду и кстати тоже если вы хотите соответственно кто же не хочет получить много голды игнорируйте режим с маяками играйте в режим без маяков давайте переходим к следующему роботу переходим к следующему роботу на шестом уровне у вас открывается робот shark также на легкий слот у вас открывается вооружение вас на сборку вы можете установить хоть сепаратор который был в предыдущем эпизоде хоть вооружение вас планы учитывать расстояние 300 метров вас 400 сепаратор то есть на вас при подходите поближе открывайте огонь 300 метров и ближе давайте установлен вооружение вас на тяжелый слот у нас также выбора нету приходится установить дорогой чок и полетели в бой вот нас закинуло в бой берем shark и полетели тестировать так 300 метров можно в принципе стрелять вот как вы видите залилось много урона с одного всего лишь слота вас по так давайте лучше убежим у робота shark способность не рывок как у предыдущего робота а ускорение перемещения так дробовик у нас полностью перезарядился захватываем цель и вблизи даже не то что ракеты от дробовик именно разрывает врага также хоть и ракеты стреляют у нас 300 метров но я рекомендую из-за особенности дробовика подходить все-таки поближе из более близкого расстояния наносить урон так что мы имеем уже троих убили сюда на поле боя пусто всего лишь 3 врага куда они делись 4 врага ну и давайте займемся врагами просто на шестом уровне видите мы уже рвем рандом так как так сбрасывайся рвем рандом рвем рандом пятерых убили да там 20 и 19 уровне так нужно как бы еще видите сидеть в укрытии ждать перезарядки чтобы и дробовик и ракеты перезарядились вот мы видим робота паладин очень крутой с ним бодаться нам бесполезно да у нас дробовика убьется одного раза давайте кто зевает тех забирать так сбрасывайте захват цели отлично так вот уже какой-то новичок так отлично дробовик ведь как стреляется сразу очень много хпшки забирают у врага давай 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 отлично еще увидите тоже особенность дробовика он наносит урон зависимости еще от площади робота ухты отлично мы видим артиллерию все любят артиллерию убивать во всех играх артиллерию просто цель номер один потому что она беззащитно в ближнем бою так 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 меня убил этот робот предатор беззащитно в ближнем бою еще не договорил зависимости от площади робота дробовик эффективный или неэффективный если площадь робота большая допустим как робот титан можно стрелять издалека в принципе метров со 150 эффективно а если даже робот маленький по площади то вы даже вблизи из-за разрыва ракет не сильно эффективно будете с дробовика стрелять вот такая особенность у дробовика давайте перейдем к следующему роботу следующий на очереди у нас робот гепард он девятого уровня мы перескочили двух роботов watcher 7 уровня и butcher 8 уровня они как вы видите они за голду watcher я купил бутчер я не покупал ему его у меня в ангаре нет робот неплохой но мы рассматриваем случай что вы ничего не покупаете у вас нет голды вы на что-то купите и в тоже мы рассматриваем такой случай что вам крайне не везет и у вас из сундуков ничего не выпадает хотя знаю случай что мне писали во вконтакте что из рекламного сундука выпал робот-бучер не выпадали дробовики и прочие голдовые вещи дробовики на легкий слот пулеметы выпадали но мы данный вариант не рассматриваем мы рассматриваем что вы все покупаете за свои кровные за серебро и вам крайне не везет в сундуках максимум выпадает много голды и так мы имеем робота гепарда на девятом уровне на девятом уровне на тяжелый слот вы уже можете установить снайперское вооружение если вы хотите по снайперить если вы хотите играть в ближнем бою то выбор неизменный устанавливайте дробовики на ближний слот сепаратор или васп ракеты но если вы хотите по снайперить у вас появилась эта возможность на тяжелый слот устанавливайте эксекьютора 800 метров передрядка 15 секунд на легкий слот тут получается есть выбор можете установить вооружение batfly давайте с него начнем установим и посмотрим как это все выглядит в бою полетели в бой закинула в бой бой в разгаре берем гепарда у гепарда способность прыжок с данным видом вооружения нам вблизь нет смысла идти но мы можем издалека по нему стрельнуть а уже можем и ракетами поражать его давайте ракет у нас 500 метров поражают ракетами особо целиться не нужно делаем захват цели для снайперской винтовки чтобы не промазать ракетами особо целиться не нужно они наносят урон по площадь то есть имеют разрыв так издалека нас какого-то вооружения попадают снайперская винтовка пойдем сверху отлично попали и давайте уйдем подождем пока наш снайперская винтовка перезарядится 15 секунд но от врага уже можно принципе добивать сверху ракетами ну-ка ну-ка все отлично мы еще и забрали врага вот такая вот снайперская сборочка мы по количеству киллов проигрываем но у меня первое место даже на снайперском вооружении которые не наносят много урона это оружие поддержки так вот насчет энергетические барьеры в это вообще беда даже я не буду и стрелять я лучше поищу цель более подходящий вот тут там ходит мы видите его прикрывают роботы с энергобарьерами а вот поэтому можем стрельнуть отлично так и давайте уйдем ракеты разряжены снайперская винтовка разряжена нами пока не интересуются но когда заинтересуются нам будет плохо так я уже как-то совсем близь подошел по привычке так вот поэтому можем стрельнуть отлично так ну видите сейчас он закрыт энергобарьером союзника так вы бы как-то организованно парни начали долбить энергобарьер одного из врагов вот что мне делать ну давайте постреляем вот вы снес выстрел снайперской винтовки ушел впустую на снятие энергобарьера а все остальное нормально прыжка как рэмбо постреляем до вооружение мало эффективной по урону но если вы хотите пострелять побыть безопасности по снайперить то такая сборочка нормальная мы жутко проигрываем ё-моё жутко просто так но этого я заберу скорее всего захватываем отлично попал я ракетами в землю но от этого робота не справлюсь попала я ракетами в землю но урон по площади от земли ракеты взорвались и взрывная волна задела и все с энергобарьерами да мне здесь просто делать нечего давайте постараюсь еще поэтому пострелять а тоже с энергобарьером вот это без энергобарьера до переходим к следующей сборке на этом роботе бой в разгаре я смотрю по активности врагов мы проигрываем ну давайте на ближней карты будем снайперить раз такое дело бою бывают разные ситуации так на легкие слова слота у нас установлены пулеметы 600 метров а тяжелый снайперская винтовка вполне неплохо в ближнем бою она разобрала робота так идет тоже недобитый робот отлично вот издалека мы видим топового робота на тяжел на бюджетной версии так вполне неплохо кто удобный о ну понятно кто нагибает вот он человек на плазме 550 метров он соответственно в бой и тащит у врагов тащит player 93296 где этот игрок 93296 вот этот игрок включил тактику и какие-то совершает обходные маневры давайте его подамажим позлим вот у него тоже установлена бюджетная сборка два до рыбовика и 2 2 ракеты сверху такую сборку мы тоже будем тестировать так у этого робота энергобарьер происходят какие-то лаги он а нормально нормально это барьер просто истощенный поэтому и не отображается нормально так враги идут пачками захватываем цель чтобы не промазать отлично ну да несравнимый урон у робота на плазме в 10 раз больше урона чем у меня так стреляем так а насчет врага который там что испугался так мы можем принципе таки подальше отлично так а тут нас поражает сейчас мы его добьем он уже опасности не представляет отлично забрали сильного врага 20 уровня и остался у нас по всей видимости один враг вот видите когда есть сильный человек в команде тоже на снайперском вооружении на ближней карте можно вполне неплохо играть давайте посмотрим сколько мы получили в итоге серебра ну один из 1560 до печалька переходим к следующей сборке на данном роботе отличная карта что протестировать наш сборку ракеты у нас стреляют на 600 метров снайперская винтовка на 800 издалека мы можем вести уже огонь но огонь лучше вести поэтому так захватываем стреляем отлично ракеты тоже вылетели но они не должен долететь до него должны разорваться на 600 метров ну-ка не знаю что произошло так ну и мы можем уже дальше стрелять вот есть подходящая цель отлично так что будет с ракетами давайте посмотрим по идее не должен нанести урон они и нанесли так враг уже близко в раку ворот давайте по нему вести огонь полетели ракеты день непонятно так вот полетели ракеты попали и мы добили винтовкой врага так много роботов с энергобарьерами поэтому выбираем подходящую цель а именно вот эту вот и ведем по ней огонь враг уже близко и может нас поражать так ракету мне вот ракеты нанесли урон они летят очень очень долго до эффективность кпд вооружения хаунда минимальные я даже не знаю один из одной из худших вооружений снайперских а вернее снайперских оружия поддержки винтовка у нас снайперская а хаунд это оружие среднего радиуса действия да я особо не наблюдаю помощи для команды для команды я по большей части абуза да вот сколько я уже борюсь этим роботом он уже забирает наш маяк для команды я ничего не могу сделать ничем не могу помочь хотя у робота даже нет энергобарьера если бы был робот с энергобарьером я бы своим вооружением бы ковырял его долго придолго вот робот отходит враг отходит для нас это в принципе безразлично главное чтобы он не уходил за 600 метров чтобы оружие хаунд наносил урон так отлично снайперка стрельнула ракеты полетели давайте выберем цель поближе вот это вот и вести огонь по ней ну да если вот так вы будете стоять на горе и популькивать вы скорее всего много урона не нанесете вот хотя у меня первое место но это не говорит не о том что оружие эффективное о том что команда примитивный у меня плохо играет и мы скорее всего проиграем по маякам и видите враг давит враг давит даже захватывает наш респовый маяк то есть играя на снайперском вооружении команда должна тащить должны быть у вас сильные союзники с такими союзниками мы даже потеряем сейчас респовый маяк давайте переходим к следующему роботу на десятом уровне у нас открывается робот тигр вооружение на робота тигр может устанавливать идентичное вооружению робота гепард в связи с тем что слоты точно такие же как у робота гепард гепард тигр и спирит отличаются только способностью спирит бегает тигр совершает рывок гепард прыгает давайте попробуем на робота тигр поставить оружие ближнего боя а именно дробовик и и и пулеметы не ганы сепаратор и посмотрим как они себя ведут в бою на данном роботе опять бой в разгаре мы проигрываем память маякам хамелеон скорее всего занимает все маяки так и наш тигр так тигр получается пулеметы 400 метров дробовик 500 робот с энергобарьером а у этого туха миллиона мы видим плазму опасный враг давайте попробуем его забрать надо всегда расставлять приоритеты и убивать всегда самых сильных врагов вначале которые представляют угрозу для положительного завершения боя так нас пока не обращают внимание это отлично мужик близи делаем захват целей идем еще ближе и забираем врага хамелеон 20 уровня на плазме мы это делаем да мы это сделали еще и забираем маяк вот так вот эффект неожиданности подкарались незаметно и забрали на роботе 10 уровня робота 20 игрока 20 уровня на роботе watcher с энергобарьером так и он вышел на роботе предатор снимаем ему энерго барьер и уходим за камень успеваем успели уйти за камень так тут мы можем этого игрока забрать отлично и скорее всего нас сейчас он заберет он нами заинтересовался очень очень он расстроился что мы его забрали такого классного робота watcher так можно забрать этого робота эти роботы нами не интересуются отлично хамелеон вот бегает у него вооружение 300 метров так пулеметы расположены видите снизу и поэтому они попадают в укрытие город так всех союзников убили вблизи я остался один на линии фронта поэтому я отступаю чтобы быть на уровне со своими союзниками так а вот хамелеон мне не даст отступить потому что тут открытое пространство я не смогу спокойно уйти даже если хамелеон стреляет плохо из-за разрыва ракет он меня заберет соответственно что он и сделал давайте переходим к следующему роботу следующий робот робот спирит как я говорил робот гепард тигр и спирит они идентичны виду одинаковых у них слотов давайте на робота спирит мы поставим дробовик и ракеты вас и посмотрим как это как эта сборка ведет себя в бою бой опять разгаре берем робота спирит так мы выигрываем скорее всего выигрываем за счет этого игрока у него ник ник а пока нет просто плеер так у этого игрока мы видим легкие плазмы и тяжелую плазму 550 метров так включаем ускорение что-то ускорение не сильно включается даже незаметно а он да немножко заметно вот мы включаем ускорение буквально таки немножко ускорение происходит раньше было быстрее сейчас всем роботам подняли скорость ухты как хорошо заливается урон за счет ракет отлично дробовик снимает энергобарьер а ракеты наносят непосредственно урон вот видите все думаете что не зажались они боятся этого робота ну давайте врываемся надо и меня тоже боятся отлично никого не забрал но нанес урона 68000 так появился враг опасный ой как видите сборка дамажная очень дамажная сборка вблизи были да хоть пострелять я тут зря сижу давайте заверемся этим врагом отлично захватываем этого врага вот я хоть кого-то одно забрал двое даже забрал все на этом бой закончен сборка очень дамажная переходим к следующему роботу это робот бегемот открывается на 13 уровне 12 уровень мы пропустили потому что на 12 уровне у нас открывается робот бизон который стоит 2600 голды на вполне оправданная потому что робот очень даже хороший так робот бегемот сборку создадим сначала снайперскую потому что на 12 уровне у нас открывается оружие просекьютер 800 метров механик 15 секунд перезарядка механика стрельбы перезарядки идентичные вооружению которую мы рассматривали ранее эксекьютер 800 метров 15 секунд перезарядка 22 тяжелых слота один легкий и если вы вдруг не знаете для баланса в игре урон от легкого слота равняется половине урона от тяжелого слота или другими словами урон от тяжелого слота равняется двум уронам из легкого слота надеюсь вы подлили полетели бой отличная карта но мы видим врага на плазме он играет за кого а он играет за нас так что мы можем спокойно стоять на бегемоте издалека и ему помогать 800 метров все три вооружения выбираем подходящую цель ну стреляем давайте посмотрим в ухты как хорошо урон отлетел вот такой вот робот бегемот на тяжелых слотах двух тяжелых слотах так кто спрятался оружие у нас чё перезарядилась так вот там подходящая цель все перезарядилась можем стрелять целимся и попали в здание хотя прицел витя смотрел как раз у робота да непорядок непорядок робот просто втает на глазах его сливает плазмы 550 метров давайте поищем подходящую цель вот она есть об она о робот прокачаны видели стрельнули всего лишь отняли энергобарьера процентов 10 может быть то есть вообще ни о чем так вот того робота плазма я вижу плазму 550 метров поэтому давайте держаться в укрытии опасный враг и барьеру него очень прокачанный потому что робот прокачанный так 800 метров можем стрелять по тому игроку если подойдем поближе немножко так все можем открывать огонь атаку да у робота нет энергобарьера урон отлетает вполне нормально так ускоряемся на роботе у нас способность ускорения на бегемоте так мы перезарядились можем стрелять стреляем по верхней части отлично урон прошел так ждем пока мы перезарядимся все мои союзники всех забрали бой был короткий но надеюсь вы поняли если команда союзников хороша то вот это вооружение зарекомендует себя положительно положительной стороны но по энергобарьер им конечно лучше не стрелять вот он вышел враг и бой закончен давайте на этом роботе сыграем на моей любимой сборке моя любимая сборка бюджетная на данного робота это два дробовика и сепаратор робот соответственно сборка для ближнего боя давайте посмотрим как она себя ведет в бою закинул опять середину боя пока счет ничейный давайте посмотрим на врагов нет ли там нагибаторов с плазмой вроде нет так ну далеко но мы можем принципе вести огонь так дробовик разряженный поэтому давайте прекращаем огонь перезаряжаемся так враг у нас вроде не смог у него оружие 1100 метров зачем этот враг подошел так близко так пулеметы у нас 400 метров миниганы ближнего боя дробовики у нас соответственно ближе чем ближе стреляешь тем лучше так враг зря подошел так близко а кто его ему помогает меня забрал предатор давайте следующий бой продолжим опять закинула уже в окончании боя берем биемоты ой идти нам как далеко мы побежали на ускорении противника мы видим игрока 15 левела железяка а у нас играет васек 20 левела так вполне уже туда ведет огонь кто это железяка ведет у него ракеты да у него ракеты 600 метров так давайте этим игроком и будем интересоваться захват цели делаем и сливаем его энергобайер его истощили уничтожили и робота слили кто-то по мне стреляет давайте этим игроком заинтересуемся потому что он ближе всего к нам отлично там вот идут два врага они нами не интересуются там кто-то стоит снайперит так давайте заходим с тыла брак ничего не знает и мы всех забираем как видите сборка очень дамажная даже с пустой обоймой когда дробовики стреляют и автоматически перезаряжаются во время стрельбы вполне неплохо наносится урон давайте захватываем маяк и займемся этим снайпером а вернее арти артиллерии так маяк почти захватили отлично побежали обойму не буду разряжать по нам стреляют давайте поставим за камнем отлично к следующему крути подходим так вот чтоб она стреляет сбоку вот я его и не заметил смерть мою ладно переходим к следующему роботу на 14 уровне открывается робот хэви вооружение на него может устанавливать такой же которая была рассмотрена в предыдущих эпизодах нового вооружения на данном уровне бесплатного не открывается может устанавливать на него дробовик пулю мини ганы ракеты или снайперскую винтовку эксекьютор и на три легких слота у данного робота три легких слота один тяжелый три просекьютора если хотите снайперить издалека три бот флая три драгон флая три хаунда если на хотите вести огонь со средней дистанции но я в данном бою буду рассматривать бой на ближней дистанции дробовик и три ракеты вас на легких слот полетели посмотрим как данная сборка будет вести себя в бою отлично начало боя берем робота хэви так нужно захватывать маяк маяк союзник захватил молодец у робота хэви способность это рывок используем способность чтобы подойти к поле боя мы стрелять можем ракетами с 300 метров дробовиком с 500 поэтому будем вести огонь с 300 метров и ближе способность рывок будем использовать для внезапного нападения на врага или для отступления или уход за препятствия так вот сейчас подскакиваем врагу а он ушел за мостик вот поэтому врагу мы можем вести огонь так у ракет есть разрыв даже если враг стоит за колонны мы ракетами его просто порвали разорвали был врага и нет врага очень быстро сгорел за всего лишь одно обойму от ракет дробовик данном уничтожении врага не участвовал так вот есть подранок у нас делаем захват цели к нему сокращаем дистанцию чтобы дробовика побольше урона наносить и дробовик его и убил как мы видели отлично враг по нам сколько отнял хп я так и не понял вроде бы даже не попал ни разу так быстро я его убил еще сделал рывок вправо кстати можете делать рывок вправо-влево для того чтобы уходить от атаки не для защиты уходить за камень допустим прячьтесь да а на открытом пространстве влево вправо прыгаете и враг теряет по вам прицеливание по вам будет сложнее попасть так вот подходящая цель есть расстояние близкое прыжок использовать не будем ракеты очень видите себя хорошо зарекомендовали давайте уйдем о союзник помог нам отлично так тут есть маяк маяк мы давайте захватим мать можно захватывать снизу не обязательно на мост лезть все маяк захватили используем прыжок чтобы подойти поближе к врагам так у врага там снайперское вооружение зачем-то сверху стоит и дробовик крайне странная сборка так а вот врать есть поближе и он даже не знаете сейчас не будет с ним сейчас немножко беда приключится отлично так вот у врага что мы видим ракеты ракеты пулемет или что до миниган да 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 круче враг опасный у него ракеты 500 метров 500 метров это ракеты поддержки то есть большого дамага не будет но согласитесь мало приятного когда ухты и мою чем я не видел мало приятного когда у тебя меньше половины хпшки тебя издалека будут шмалять так враг нас не замечает почему-то давайте его и заберем зря ты на нас внимание не обращал так и уходим с пользой способность за камень потому что мы видим врага с дробовиком вблизи лучше и конечно с ним не бодаться внезапно выскочить ухты как его хорошо сливают внезапно выскочить из-за камня давайте поможем отлично вот это робот снайпер вооружение снайперской ну сборка просто суперская для ближнего боя огонь главное даже на открытой карте всегда использовать укрытие потому что у роботов бюджетных нет энергобарьера и поэтому физический урон они все впитывают как губка давай давай все справились так у этого робота есть энергобарьер мне кто-нибудь поможет с ним так прячемся у него ракеты хаунд насколько мы помним им нужен захват цели и ракеты летят по открытому пространству если есть какие-то препятствия они соответственно урон не наносят так переходим следующей сборочки следующий на очереди у нас робот паладин 17 уровня 15 уровень и шестнадцатый уровень мы пропустили на 15 уровне у нас расположен робот патрол на 16 робот титан это топовые роботы за голду что называется маст хэв на них нужно копить их нужно покупать их нужно качать переходим к рассмотрению робота 17 уровня паладин робота бесплатного дается при получении уровня на пятнадцатом уровне у нас появляется бесплатное вооружение вернее вооружение за серебро по весьма демократичной цене 500 серебра всего лишь оружие квейк на шестнадцатом уровне на тяжелый слот появляется вооружение джи реку все вооружение у меня прокачаны пятого уровня и больше даже вооружение на котором я не играю для вас и прокачал чтобы было побольше дамага чтобы вы более-менее могли понять как полезно как он эффективно в бою итак выходим в бой на вооружение квейк и джи река пятого уровня а в следующем бою на данной сборке я соберу наиболее дамажную сборку на данном роботе соберу более дамажную сборку полетели в бой бой начинается необходимо бегать здесь по маякам у меня артиллерия сборка 1100 метров я могу стрелять практически в любую точку карты но желательно чтоб цель была неподвижная так вот запустили кучу ракет вот они долго долго летят и сверху падают облетая все препятствия что мы нанесли ничего мы не нанесли так постреляем по этому роботу робот уже убежал в сторонку еще на этом вооружении некоторые личности стреляют вблизи вполне неплохо давайте попробуем вот-вот блин робот перемещается и ракеты за уходят в бок надо как-то стрелять ракеты видите у нас идет автонаведение то есть они стреляют никуда повернут корпус они стреляют в робота если робот перемещать давайте попробуем самый припик подойти к роботу вот когда в припик то видите урон заливается вполне неплохо таки да вот да 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 вот так вот эти личности извращенцы так назовем их и стреляют на оружие артиллерии оружие поддержки это даже не снайперское вооружение а именно артиллерии вот отлично мы даже сверху заливаем но чтобы заливать сверху робот должен стоять вот а у нас там робот какой-то с плавной вроде бы ну-ка 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 урон проходит нет давай стой на месте не шевелись нет робот шевелится поддержки никакой нет я остался один на оружие артиллерии вблизи как мы только замечали видели если прям вплотную подойти к врагу то вполне неплохо можно дамажить давайте заберем подранка попробуем по крайней мере отлично на арте мы впритык разобрали врага так вот тоже подранок есть тот видите враг перемещается до враг перемещается невозможно попасть на этом вооружении под движущимся врагу только если ты подойдешь к врагу впритык ну-ка не двигайся отлично убил так иди-ка не поближе себе впустую не разряжала бы ему давайте я посижу одеть в укрытии ухты но ведь он ходит да если он будет стоять тонко а эти тоже не хотят атаковать ну ладно давайте сам к вам подойду так вот лично отлично отлично но урон в принципе не силы до заливается только видите почти все ракеты мажут вот враг подошел к нам впритык это очень хорошо для нас и врага мы отправляем в ангар да это вооружение или стрелять по неподвижным целям или прям вплотную подходить но если конечно подойти вплотную к дробовикам и враг будет опытный да то он вас заберет вот враг вроде вы станет уже не стоит уже перемещается давайте попробуем все-таки найти врага который абсолютно стоит и находится очень далеко нет таких врагов все перемещаются ну это вооружение я бы рекомендовал разработчикам апать увеличивать разрыв ракет чтобы можно было наносить урон даже подвижущимся врагам вот враг стоит ну-ка вот враг стоит и урон просто вливается в него град ракет просто ужас отлично ну-ка вот враг немножко идет вроде медленно и видите разрыв ракет сзади происходит и урон не наносится я бы рекомендовал разработчикам сделать разрыв ракет побольше чтобы даже по медленно ходящим целям понятно если враг идет быстро то да урон не носится а если враг медленно ходит медленно то урон должен носиться мы проиграли что я навоевал у меня первое место 300 тысяч урона почти на артиллерии причем я воевал они впритык вблизи переходим на эту сборку но переходим на этого робота на другую сборку для наиболее эффективного нанесения урона необходимо на данного робота установить дробовик на тяжелый слот на легкий слот четыре сепарата или четыре ракеты вас я установлю ракеты вас и давайте посмотрим как эта сборка будет вести себя в бою как вы уже догадываетесь это будет просто разрыв врагов с энергобарьерами даже без урон будет дикий полетели в бой закинула нас на большую карту для паладины эта карта не очень ну давайте постараемся подойти к врагу не получив при этом урон и что враг еще причем нас не сильно замечал ну вот враг вроде уже близко так да и идет вроде еще ближе до до нас не замечает нас внимание не брать сейчас обратил внимание все моментально ракеты его сожгли отлично идем ближе к маяку так и сейчас скорее всего враг будет нас нам мстить хотя нет они дам будет мстить да вот он заливает пули с пулеметов по нам давайте уходим за укрытие потому что он нас сольет у него пулеметы 400 метров а у меня ракеты всего лишь 300 метров то есть он с расстояния меня можно целить так и он там вот он все стреляем выше камня и забираем его отлично еще этого заберем отлично то есть захватывать цель когда враг стоит за камнем не нужно нужно стрелять выше камня и будет вам счастье отлично вот у меня уже первое место робот с энергобарьером все забрали так еще робот с энергобарьером беда блин ничего страшного немножко помучимся но все расковыряли врага просто один за одним идут и я не успеваю заряжать ракеты и дробовик конечно если бы такого не было бы не было бы гораздо легче так хитрюга давай 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 отлично забрали его и еще один идет ну один за одним отлично справились даже с таким количеством врагов да так что дальше мы имеем двое идут на нас вроде бы не смотрят стреляю немножко на опережение и всех забрали вот вам ракеты вас с чего он там стреляется у него ракеты такие же вас установлены 300 метров то есть враг очень опасный опасный но видите мы его атакуем вдвоем отлично все вот такая вот дамажная сборка переходим к крайнему роботу hunter робот hunter открывается на восемнадцатом уровне у него способность это бег то есть он может резко сокращать дистанцию или наоборот резко уходить в укрытие на него рекомендую ставить оружие ближнего боя а именно дробовики потому что бюджетная сборка у нас это или дробовики на тяжелый слот или снайперское вооружение эксекьютер другого не дано можете поставить соответственно дробовики и ракеты можете поставить все ракеты соответственно вас куда можете поставить сепаратор если вы хотите снайперить соответственно ставите на тяжелый слот эксекьютер а на легкий слот на легкий слот также без изменений бот флай драган флай бот флай драган флай хаунд выбор небольшой также если хотите быть артиллерией то можете поставить оружие квейк но мы его уже рассматривали в данный крайнем обзоре мы рассмотрим дробовик с пулеметами миниганом сепаратор потому что предыдущий обзор был с ракетами данном для разнообразия мы посмотрим пулеметами но я вам скажу свое мнение что пулеметы что ракеты вполне неплохо себя чувствуют на данной сборочке давайте посмотрим в бою так берем хантера полетели в бой сразу бежим на маяк c потому что он ближе всего от нас вот противников непонятно давайте используем прицел посмотрим издалека нет ли плазмы нет ли там джерика какого-нибудь вроде бы нету опасных врагов нету пока мисс не видно мне так захватываем маяк так издалека уже можем стрелять маяк наш переходим на центр робот с энергобарьером и давайте посмотрим как его солью ну конечно не как с ракетами но практически моментально так 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 отлично дробовики вблизи наносят урон просто адовый поэтому при атаке на врага нужно заряжаться заряжать обойму полностью так это наш так 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 крутимся вертимся у нас ускорение закончилось печально с пулеметом мы его забираем отлично полностью заряжаем обойму и идем атаковать захватываем цель чтобы пули не пролетали мимо все всех дробовики уничтожают пулеметы помогают здесь остается малое количество хп пулеметы легко добивают врага вот у него дробовики и джерико я бы сказал странная сборочка не совсем эффективная отлично и враг поплатился за свою оплошность надо собирать нормальные сборки так 3 обойма 3 патрона дробовики ну все враг нас не смотрит если враг на нас не смотрит то можем даже в принципе в пустой обоймы по нему стрелять так нас смотрят давайте уходим перезаряжаемся 2 2 патрона в обойме 3 выскакиваю сразу 2 часа заберем наверное крутимся 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 да 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 вот такие круголя делаем и забираем врага так по врагу не стреляем чтобы не привлекать внимание хотя давайте он занят другим врагом он нас не обращает внимание давайте стрелять отлично сколько мы уже набили 505 тысяч так перезаряжаемся не выходим из-за укрытия а вот бой закончился мы выиграли по маякам 60 тысяч серебра получил это мало потому что 500 тысяч урона если у вас будет урона около миллиона то соответственно вы будете получать 150 120 возможно и 200 если вас урон за миллион перевалит мне такое было на этом обзор закончен все сборки бюджетные мы рассмотрели все вооружение бюджетные мы рассмотрели спасибо что смотрели на этом все до встречи